а всем привет как видно как слышно а ну-ка поэкспериментируем тут так наверное будет лучше так может вот так вообще так лучше о как лучше всем привет финляндия привет ингушетия тирасполь припять мистера черниев витаю львив тельбин брашов ты румыния шикаго токмак украина и чкерия флорида лодзь кривой рог киев рига италия москва остров кука минск азербайджан португалия казахстан сумы только не привет растянцу калифорния полтава витебс николаев чувашия миста вараш гончаренко центр там классно про вас барселона санкт-петербург калифорния нальчик и умань тут германия германии начались пасхальные праздники витебск донбасс миргород тоже гончаренко центр тростянец городня минск ох тырка теж миста героя текина еще давна бул вильнюс харків николаев рига воронеж австрия краснодар болоння италия пари франц кривый рих киев волонтеры белгород минск ниже ну все начинаем друзья не будем терять время значит поехали итак у нас главное ну давайте начнем самые приятные темы она нас радует уже сутки это помните никто не выжил все сгорели праве москву москва по ком звонят вот по ком звонят сейчас вот мы все это друзья узнаем по ком звонят так так сейчас вы все узнаете по ком звонят и так значит министерство обороны россии признала признала то что крейсер москва друзья утонул помните что случилось под лодкой курск она утонула теперь утону он ракетный крейсер москва друзья с чем я вас и поздравляю это реально крутейшее событие фантастически крутое и значимое и историческое сегодня мы обсуждали это событие в специальном интервью с олегом константиновым главным редактором издания думская нет самое популярное не издание региональное в украине это одесское издание и он историк журналисты и военный эксперт и вот мы как раз не обсуждали и это фантастика потому что это 1 погода флагманский корабль российский потоплен в бою ну фактически в бою вот это какая-то совершеннейшая фантастика поэтому я просто восхищен на я сегодня подготовил депутатское обращение на имя зеленского о предоставлении звание героев украины тем кто разрабатывал и реализовывал эту операцию это унижение россии это унижение российского флота вообще полнейшая в общем это нереально настолько круто что ну это сложно даже ну описать и и вообще это невероятно то что мы сделали наши за союз то что сделали наши за союз не сделала украина это просто не вероятно я в абсолютном восторге друзья нас 3000 онлайн кидайте ссылки в группы и и так далее вот начинаем правда ли что всех моряков спасли сразу чай неправда там был такой силы взрыв следить если он утонул и сработал боекомплект только какая-то часть моряков уже на концерте кобзона и уже сутки его слушает поэтому друзья здесь даже и думать о том что там какая-то часть смогла так макрейсер москва затонуло время буксировки все официальное сообщение тасс со ссылкой на минобороны россии то есть наши вчера наш достали достали нептунами москву и это только начало друзья это только начало там еще помогал нам еще беспилотник там все вот про более подробно про эту операцию послушайте интервью с олегом константиновым и вы все это узнаете более подробно так вот в общем абсолютнейшая фантастика значит их накрыли взорвался боекомплект тут уже нам повезло потому что понятно точно тут не рассчитаешь но попало идеально и и дальше судно начало тонуть его перевернуло на бок они пытались его буксировать пытались поднять на киль буксировать к севастополю но в итоге по дороге москва утонула сначала она сгорела целиком а потом еще и утонула шикарная новость друзья фантастическая значит у россии всего было таких четыре корабля осталось три все они оставшиеся три не в черном море в черное море они уже не зайдут друзья спасибо я вижу что присоединяются спонсоры но я хочу сказать я вы простите на прошлых эфирах я каждого озвучивал это сложно сделать и другим тысячам людей которые смотрят она сбивает поэтому простите я сегодня так делать не буду я благодарю всех вас всех кто присоединяется становится спонсорами вместе с вами мы делаем хорошее дело сегодня мы например опять закупали для наших бойцов амуницию мы продолжаем там заниматься и тепловизорами и машинами всем необходимым и помощью беженцам и вы делаете свой вклад те кто становится спонсорами спасибо вам большое в общем ну по москве нас 5000 онлайн по москве мы прошлись по крейсеру москва это совершеннейшая совершеннейшая фантастика значит что такое произошло и еще раз историческое событие впервые такого класса и размера корабль потоплен ракетой берегового базирования впервые в истории и вообще крейсер в последний раз крейсер топили в 1982 году аргентинский крейсер во время войны за фалкленские острова вы можете себе представить масштаб этого события действительно этим людям нужно давать героев Украины я в этом совершенно абсолютно убежден значит конечно это полное унижение России это очень существенное ослабление ее на Черном море это очень существенно это очень серьезное ослабление извините тут просто батарея уже садится у телефона за целый день это очень серьезное ослабление российских возможностей с точки зрения ПВО то есть прикрытия флота в Севастополе потому что Москва прикрывала как бы многие у нее есть С-300 специально в общем не буду повторяться послушайте еще раз интервью с Олегом Константиновым много вы знаете фантастика фантастически крутые новости все вам рассказал идемте дальше Шойгу и его инфаркт значит Леонид Незлин это партнер это российский очень крупный бизнесмен партнер был Ходорковского по Юкосу сейчас он тоже сидел сейчас он в Израиле живет ну то есть человек мягко скажем очень информированный он сообщил следующую дал следующую информацию что у Шойгу инфаркт он присоединен то есть он в состоянии ну бессознательном и близком к смерти на краю между жизнью и смертью подключен к аппаратам инфаркт ли этот вызван тем что его Путин бил или заставлял его пить или я не знаю когда узнал о крейсере Москва окончательно его это добило мы уж не знаем что но есть подозрение что и это пишет Незлин и говорит что Шойгу не естественные причины его инфаркта противоестественным путем он факт свой получил друзья а дальше он же ну это министр обороны России как ни крути хоть и клоун понятно и фанерный генерал потому что он конечно никакой не военный но это министр обороны и чуть ли не был там приемник Путина и так далее и так далее а вот вы видите в итоге что значит этот фанерный Шойгу в общем при смерти ну в общем мы радуемся друзья и уже бы скорее бы на тот свет и он и взял бы с собой Володьку один Володька уже Вольфович ждет а он уже на концерте а они пропускают первые песни Кобзона это не дело пора им всем на концерт значит дальше Незлин рассказал про 20 генералов российских из российского генштаба которые под арестом дальше ну то есть там полностью чистки пошли конкретно Путин пытается выяснить куда значит ушло все бабло и как его распилили в таком количестве где вся армия где флот знаменитый флот где флот если из четырех если из четырех кораблей главных которыми они гордятся один мы раздолбали просто ракетами нашими украинскими ракетами Нептунами без всякого без всяких даже западных ракет это даже не Гарпуны которые нам тоже уже дали я кстати хочу сказать спасибо и привет Александру Турчинову который положил много лет своей жизни на ракетную программу украинскую и занимался разработкой и вот и Нептуны и вообще конечно жалко что у нас Нептунов не так много как нам бы того хотелось слава богу что они есть три года я говорил о том что я и мои коллеги многие мы говорили о том что выделяйте деньги на державное оборонозамовывание давайте делать Нептуны давайте делать другие ракеты КБ Луч наше потрясающее на КБ Луч все время деньги не находились понимаете то есть у нас был момент все державное оборонозамовывание страны друзья было меньше чем получала одна из компаний участвовавших в в Волыковом Будивництве одна то есть один подрядчик из Волыкова Будивництва кстати какая-то одесская компания получала больше чем все все державное оборонозамовывание страны можете себе представить в общем это отдельная тема сейчас не об этом а сейчас о том что слава богу хотя бы Нептуны в каком-то количестве есть и как вы видите они могут делать ну просто чудеса потому что это чудо то что произошло с Москвой и как она уничтожена утонула мир об этом говорит я три часа назад включался на французское БФН ТВ это главный французский телеканал и это главная первая новость утопленная Москва понимаете мир об этом говорит мир восхищен шокирован ну большая часть конечно радуется ну наверное какие-нибудь там Сирии рыдают москва кстати принимала активное участие в российской операции в Сирии то есть уничтожение сирийского народа в помощь Башару Асаду еще одному диктатору кровопийцу и ублюдку в общем вот такая вот такая история так идемте дальше значит рассказывает Рашка что мы атаковали Брянскую область активно рассказывает какое-то село значит деревню я хочу вам рассказать ну во-первых сказать следующее что они на нас напали и мы можем атаковать что угодно там вот просто они начали войну и теперь все цели там наши но никто никакую конечно деревню в Брянской области не атаковал это Путин начинает и ФСБ начинает делать провокации чтобы оправдать мобилизацию и значит вообще дальше этот ура патриотизм и угар вызывать как вы понимаете что зачем Украине искать какую-то деревню в Брянской области когда у нас к сожалению пока еще полно русни на нашей земле которая конкретно сейчас несет нам смерть нашим людям поэтому нам есть кем заниматься и одно дело когда там курят возле склада боеприпасов это одно в Белгороде или возле топливной базы в Белгороде но когда курят просто в каком-то деревне в Брянской области вы просто меньше курите там в общем понятно что они начали свои провокации в этом их собственно говоря цель мы не ведемся на эти провокации еще раз никто никакие деревни не атаковал вот а курить похоже что люди продолжат курить у складов боеприпасов вот на ракетном курисере Москва тоже кто-то неудачно очень покурил ну и с какой стороны стрелять конечно с нашей стороны очень удачно и вот наверное бог моря покурил там и конечно в общем на это не обращаем внимания так про Шойгу Иван рассказал это важная новость конечно и у них там конечно страшнейшая истерика да и вот еще не только Брянская уже Белгородская область что Украина обстреляла село Журавлевка а также село Сподарюшино ну в общем вот это сейчас будет вся вот эта вот херь как бы с этим как раз все понятно так дальше идем ну и уже наше СНБО сообщило что спецслужбы России начали реализацию плана по проведению терактов на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии это чистая правда кстати уже вот на том же французском телевидении меня уже об этом спрашивали я вижу несколько раз там был задан вопрос про выборы во Франции друзья я вчера в стриме мы не сможем каждый день говорить про выборы во Франции при всем уважении к выборам во Франции и к Франции вчера говорил ну раз звучит активно вопрос да еще и от одного из спонсоров который присоединился всем спонсорам спасибо то тогда давайте еще раз отвечу Марин Липен уже сказала что признает Крым российским а значит в выборе между Макроном и Липен у нас нет никакого вообще выбора только Макрон не важно что там где ну он такие глупости как говорит Липен что Крым российский ты Липен можешь отдавать какую-то часть Франции если очень хочет может предложить французам отдать Путину а наши части Украины отдавать никому не нужно и мы это никому не позволим поэтому только Макрон друзья вот даже не обсуждается так сегодня было заседание Верховной Рады как всегда вы одними из первых все узнали об этом заседании во первых на нем были гости председателем председателем торонто дякую hello to Toronto председателем сенатов Польши и Чехии выступали были председатель сената Польши выступал на украинском языке можете себе представить и очень хорошо все ну прекрасно говорил и у него была еще шикарная фраза что разом все отбудуемо что тут москалей сруйнували вот друзья москалей называют москалями уже все весь свит и в том не только Украина а и Польша глава сената Польши вместе с ним приехали два его зама Михаил Каминский мой друг и я очень рад его был увидеть и еще одна женщина его зам тоже которую я хорошо знаю тоже очень рад был ее увидеть и пообщаться кстати Титаник утонул 14 апреля я поздравляю вас вот спустя сто ровно сто десять лет назад спустя сто десять лет утонул флагман Черноморского флота Российской Федерации ну вот друзья ну как вы тут вот не верите да сто десять лет так значит продолжаем продолжаем так над горсоветом Олешек повесили флаг РФ у нас уже говорит мэр Рыщук у нас уже над администрацией висит русский флаг сейчас они российские войска полностью заходят в город к сожалению сегодня уже у нас стал вопрос патрулирования улиц патрули наши не будут с ними работать русские сами уже будут патрулировать улицы но Олешки Олешки в оккупации это небольшой город под Херсоном мне он очень хорошо знаком там работал Гончаренко центр который кстати про Францию мы открывали с французскими депутатами ну вот к сожалению Херсонская область большей своей частью оккупирована вы это знаете и конечно Рашки пытаются там окопаться поэтому ну это факт мы о нем знаем и тут мы ничего не можем сделать но мы обязательно друзья обязательно все вернем и внимание жителей Олешек мэр предположил что в связи с тем что там уже русняк патрули это выход из дома в комендантский час может закончиться расстрелом на месте ну так вот просто чтобы понимали поэтому будьте конечно очень осторожны так идемте дальше очень важно очень важная информация да про Верховную Раду значит сегодня было заседание Верховной Рады какие интересные новости во-первых фракция ОПЗЖ приостановила свою работу ОПЗЖ пошла вслед за русским военным кораблем и за крейсером Москва ну давно пора там полный развал но приостановила работу из-за решения РНБО о приостановке их деятельности как всех пророссийских партий пока приостановка а дальше мы приняли закон что содействие оккупанту это основание для ликвидации общепартии поэтому ОПЗЖ только надо понятно уничтожать и ликвидировать пятая колонна из нее там в ней продолжаются брожение и развал значит глава фракции ОПЗЖ спивголова фракции ОПЗЖ Рабинович у них там был Рабинович и Бойко значит Рабинович с первого дня где-то прячется вроде бы в Израиле и не появлялся вообще и вот его они отозвали его с посады спивголовы то есть там остался только Бойко ну учитывая что вся фракция приостановила работу то еще два депутата вышли из ОПЗЖ и таким образом там уже где-то половина вышла состава ну в общем друзья вы все поняли ОПЗЖ пятая колонна идет след за своими хозяевами именно вот по правильному абсолютно правильному направлению что еще мы сегодня приняли мы приняли обращение про геноцид это важно вы видите в мире даже дискуссия началась но понятно что основные нас все поддерживают страны и конечно это геноцид то что происходит сегодня Нептуненко хорошая да хорошая фамилия Нептуненко Катерина класс сегодня вот спикеры сенатов Польши и Чехии говорили что это геноцид и спикер Польши четко сказал а как можно еще назвать то когда убивают людей только за то что они украинцы ну вот как можно это еще назвать поэтому друзья класс и с чем вас еще раз конечно же поздравляю с тем что нас поддерживает Польша и Чехия и это очень мощная позиция у них это важные наши соседи помогают нам оружием вы это тоже знаете очень серьезно поэтому они молодцы так вот мы сегодня приняли обращение к миру ко всему про то что Россия осуществляет у нас геноцид это верно сегодня мы запретили полностью все эти неонацистские знаки Z V вот это все вот эту вот ересь которую Путин там в своем больном воображении придумал все это мы признали это все неонацистским символикой запретили ее запретили любую пропаганду ее понятно вообще любое значит отрицание российской агрессии против Украины признали Россию страной террористом это правда Россия страна террорист внесли соответствующие изменения в законы в общем это тоже мы сделали и это тоже важно также приняли обращение во все спортивные организации с тем чтобы гнать оттуда всех функционеров российских и белорусских и не допускать соревнованиям российских и белорусских спортсменов ну тоже все понятно спорт и мир спорт для тех кто мир а для тех кто убивает и насилует для этого вы можете с этим спортом заниматься у себя дома кто быстрее щи лаптями нахлебает вот это вид спорта который может быть на рашке один развиваться поэтому такое обращение мы тоже приняли очень кстати оно в тему скажу вам что есть например международная федерация шахмат фидея до сих пор возглавляет дворкович это еще ну россиянин значит был он там советником медведева и там где-то ну в общем он там много где был сейчас он кстати один из тех кто войну осудил после того как она началась и даже его за ним чуть гоняются в рашке и есть сведения что даже его арестовали но в любом случае делать ему во главе фидея абсолютно нечего его надогнать поэтому вот такое решение мы тоже сегодня приняли ну в общем сегодня были приняты важные решения у нас 9000 онлайн важные были сегодня приняты решения так что я вам о них рассказал да еще давайте значит сейчас активно рашка и отдельно понятно они там отмывали от меня у них там кипит страшно вчера вон опять там меня подполковник скобеева активно вспоминали и значит показывали и так далее так вот ну рашка и на и внутренние в украине тоже есть понятно оппоненты значит активно сейчас какое-то ну разгоняет какое-то значит видео ну не какое-то а я шел по в киеве по улице шелковичной и записывал какое-то обращение по моему по гончаренко центром как раз рассказать что мы делали значит в это время там нарушая кстати правила дорожного движения выехала машина Toyota Camry что ли ну такая недешевая в ней сидят две такие рожи такие вот и значит начали оттуда кричать где мой автомат ну где мой автомат он там где надо и знаете как украинца и автомат там до треба чтобы индустрии москаля и ворога это понятно ну значит и они сделали видео что вот ну идея такая значит вот я иду по Киеву без автомата ну я иду по Киеву без охраны без автомата зачем мне по мирному городу Киеву который сегодня мирный город ходить с автоматом я этого не знаю значит ну а раньше значит я был с автоматом ну я просто хочу может быть вам это где-то попадется или попадалось или кто-то вы видели значит или кто-то вам задавал про это видео вопрос я хочу чтобы вы понимали я всегда все обсуждаю с вами своими подписчиками здесь все вы знаете все но я еще раз повторюсь с первой минуты когда началась российская агрессия я из Киева не уезжал все самые вот эти первые сложные дни дни десяти я из Киева вообще не выезжал а потом я из Киева выехал в Чернигов ну понятно который был в еще худшем состоянии и был в Киеве получил оружие конечно же как народный депутат потому что я в отличие от многих народных депутатов которые из Киева испарились пофамильно вы найдете сами когда захотите думаю что все еще время расставить на свои места я в Киеве конечно из Киева никуда не уезжал получил оружие и готов был Киев защищать когда уже на второй день вы помните врывались в Киев российская бронетехника делать это сам я не мог и тогда формировался батальон 206 территориальной обороны поэтому я присоединился к ребятам многих из которых хорошо знаю вместе с моими коллегами кстати депутатами Порубьем Величковичем Бондарем Ветровичем наверняка кого-то забыл прошу сразу наперед прощения в общем и мы вместе как бы вот были я дежурил на блокпостах я участвовал в эвакуации Бучи людей оттуда и вот эти все дни я абсолютно не военный человек но конечно я тут уже знаете словами их не остановить российскую бронетехнику я не знаю что бы я там сделал с Калашом как бы я остановил именно бронетехнику но бой бы свой конечно дал как и мои коллеги и мы ждали охраняли правительственный квартал и были готовы вступать в этот бой после того как угроза над Киевом прошла и наши войска отдавили их ну а дальше вы знаете чем все закончилось то я вернулся к своей основной работе я народный депутат заседания комитетов парламента информационная работа информирую вас международная работа огромная скажу там с утра до вечера международные всякие включения немцы американцы французы поляки литовцы ну те нас поддерживают понятно но есть и другие стороны сложнее и даже такие дальние страны как Индия Япония веду работу с ними это все важные очень страны вот собственно говоря вся история поэтому ну в отличие от этих ублюдков которые поразбегались первые дни из Киева и где-то вот как вот эти которые там ехали снимали отъедали свои такие вот хари а потом появились сейчас в Киеве и там ходят значит с каким-то оружием а отков что вы сейчас в Киеве от кого нужно в Киеве оружие мне не нужно ни от кого в Киеве оружие я никого не боюсь в городе Киеве и и ходить там с автоматом наперевес ну это какое-то даже какое-то позорище я бы сказал ну в общем ну вот но они устраивают такие провокации поэтому наверное такие провокации будет их еще много я уже ко многому привык они это сейчас активно гоняют по своим этим расистским телеграм-каналам вливают деньги в это все все вот эти пророссийские каналы ну вот такое вот феноменальное видео как народный депутат Украины идет по столице Украины без охраны идет пешком в отличие от них которые едут на машине я иду пешком я вообще люблю ходить пешком и и и не как идиот какой-то по Киеву который полностью контролируется Украиной и бегать с автоматом а да иду по городу ну в общем я думаю вы все поняли и конечно я все равно должен был вам эту историю рассказать так важно еще президент США сказал что готов лично приехать в Украину президент Байден God bless America and thank you Байден на объединенной базе Эндрюс Мэрилэнди сегодня общался с журналистами на вопрос собирается ли США отправлять высоковоставленных чиновников Украины Байден ответил что это решение принимается сейчас а вот точнее еще вопрос кто бы мог поехать Байден вы готовы поехать на ответ на вопрос журналистов а вы готовы президент США ответил да ну вот молодец красавчик ничего не скажешь я думаю что как раз это было бы очень правильно если бы Байден приехал приехал в Украину так друзья мне кажется что мы с вами основное прошли все новости у нас уже полчаса идет стрим и уже дело к полуночи 15 апреля посмотрим какие хорошие новости принесет 15 апреля смотрите 13 апреля наши расфигачили колонну под изюмом отдельная история тоже уже не успел рассказать но есть у меня на ютубе тут шорт посмотрите 13 апреля наши расфигачили флагман Черноморского флота России ракетный крейсер Москва еще какое название вот а 14 апреля он утонул ну правильно вот так и должно быть и так будет с каждым друзья держим строй спасибо всем спонсорам мы вместе с вами делаем большое дело через гончаренко центры очень многим людям помогаем и военным нашим и пограничникам и всем остальным службам нашим и людям с оружием которые защищают украину и беженцам так что класс друзья держим строй всем спокойной ночи ждем хороших новостей от завтра а пока помните вчера приснился сон прекрасный москва сгорела целиком вот все это случилось и больше случится еще увидите и 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